Ну вообще, конечно, мужское воспитание, я думаю, необходимо ребенку, так как, особенно мальчикам, так как мальчики на примере своего отца учатся быть мужчинами. Ну мужчина может научить ребенка, не знаю, спортом заниматься каким-то, не знаю, приучить к учебе, может быть, каким-то образом. На мое воспитание во многом повлиял мой отец. Собственно, это сила характера, наверное, и немножко другой взгляд на различные жизненные ситуации. Обязательно, чтобы папа научил сына прежде всего, чтобы он заботился о маме, берег маму, помогал маме во всем. Ну мужчина, ну как, должен показать ребенку, что мужская сила, это не самое главное, что, особенно для мальчика, я считаю, что важно обязательно, чтобы папа присутствовал, в воспитании участвовал. Показать должен, что мужчина, хоть это и сильный пол, но он должен всегда поддерживать слабых. По дому помогать, там прибить что-нибудь, например, ну гвоздь забить в стену, там полки, полку поставить, там починить что-нибудь. Возможно, ну развлечения какие-нибудь, там на рыбалку, например, съездить. Мужское воспитание, прежде всего, зависит от самого папы. Как себя отец поведет, так и будут воспитываться дети. Если отец разгильдяя ничего не делает, ведет себя плохо, ругается дома, то, соответственно, дети так же воспитываются. Если отец ведет себя как порядочный человек, то дети принимают только положительные качества. Редактор субтитров А.Семкин